27-е, 10-е, 20-24-й год, вы на Большем канале Олега Соткина. Ну что, как бы мы видим, что везде, берем если Европу, там нас Европа интересует, везде повышается градус толкновений. По сути, во многих странах идет раскол. Этот раскол усиливается. Ну и прямо надо сказать, что главной движущей силой нагнетания ситуации в этих странах является Зеленский. Ну и в данном случае Украина, потому что он захватил власть в Украине и, собственно, он спровоцировал, я считаю, эту бойню. Он делает все, чтобы она продолжалась и ему это и его окружению очень это выгодно. Ну плюс это выгодно Западу, все это мы с вами обсуждали, по полочкам раскладывали и не будем к этому возвращаться. Но мы давайте вот сейчас немножко про другое. Но тоже про Зеленского как бы. Потому что Зеленский, он все время нам дает пищу для размышлений, для понимания анализа ситуации, для понимания разных вариантов, что может произойти в Украине и вокруг Украины. Будет ли ухудшаться ситуация, будут ли нарастать удары со стороны путинской эрефии. И таким образом тогда можно для себя планировать, как бы структурировать и формировать для себя план поведения и своих действий. Ну вот смотрите. Итак, Зеленский сегодня опять вот это выступил. Видите его канал. Когда же он там выступил, это разместил он в 12 дня воскресенья. Ну тоже, видите, он старается. Вот давайте вот его месседж я вам прочитаю. И тогда мы подумаем и проанализируем, какие-то выводы из этого можем сделать. Ну первое, что он говорит. Россия не зупиняется в своем террории против Украины. Щоденна агрессия против наших людей, наших миссий, ударов, разными типами оружия, там называют эти керованные бомбы тысячи, там дрони 560, 20-ти, там за это тиждень, да? Застосовали окупанти за цей тиждень против нашей страны. Вот дальше, да. То есть удары идут. Зеленский говорит, что это террор против Украины. Вот первая его посылка, да? Далее он, ну как всегда говорит, я дякую нашим людям, які щодня, щоночи працюют для захисту украинцев від российских ударів, які надают допомогу и завжди на захисте життя. Ну понятно, военкомов им дякую, что они хватают мужчин, там пограничников, которые... стреляют, убивают этих мужчин, которые хотят вырваться из концлагеря Зеленского. Тех ТЦК, где избивают мужчин, потом их... они умирают, там. Это вот... за это ж он тоже, наверное, дякую, да? За то, что уже некому воевать, что потеряны города опять, что уже Селидово на волоске, что сейчас Покровск и так далее. Потеряно сколько территорий уже 20 процентов. Это ж все Зеленский сделал, это ж Путин, он ведет войну, мясорубку. И то он ее не называет войной, это у него СВО. И третий абзац у него идет. Мы посылено працюемо с партнерами. Кто мы? Кто мы? Щоб из зупы ныты ворога. Понимаете? То есть Зеленский признает, что Зеленский, Сирский, Ермак, Шмигаль, вот это вся братья их слух народа, они не могут врага остановить. А они путинскую Россию остановить не могут. Мы працюемо с партнерами, шоб изупы ныты ворога. Шоб змецнити Украину, дати максимум захисту нашему народу. Щоб цей террор россиян був неможливый. Вот здесь это сочетание несочетаемого. То есть это какой-то здесь полностью отсутствует причинно правильный, причинно след, каузарные связи. Это может говорить только человек, вот такое говорить, который там имеет определенные особенности. То есть он не понимает, о чем он вещает. Ну, смотрите, если берем этот абзац, нет, вот он, ну, первое, все вообще. Он говорит, Россия не зупыняется, мы посиленно працюем с партнерами, шоб изупынити ворога. То есть Россия зупыняти, останавливаться не будет. У Зеленского и у армии в Украине нет сил, чтобы остановить врага. Поэтому нужны партнеры, шоб зупынити. Змецнити Украину, дати максимум захисту. А шо такое максимум захисту? Шо такое максимум захисту и минимум захисту? Вот здесь уже пошла вообще полная словесная эквилибристика. Это вообще просто словесная шелуха. Это ни о чем. Шоб цей террор россиян был неможливым. То есть террор будет увеличиваться, он все время увеличивается. Зеленский ничего сделать не может, чтобы восстановить эту бойню. Нужно, чтобы дал за... Партнеры дали все возможное. Партнеры не дают, но Зеленский с ними посыл на противы Ермаковым. Тогда возникает вопрос. Каждый думает про себя. Так подожди. А че тогда ждать? То есть про что думать? Что делать? Исходя из заявлений Зеленского. Вывод один. Итак, надо эту бойню прекращать. То есть замечательное сейчас есть предложение, которое сформулировал Шольц с Монди. Шольц поехал в Индию, и там они провели очень интенсивные переговоры с Монди. Он половину туда кабинета всю верхушку повез своего светофора. И они заявили, что надо, что Индия может выступить посредником для остановки бойни вот этой в Украине. Переходить надо к мирному варианту, Шольц сказал. Что Шольц еще публично заявил? Он заявил, что никакого приглашения в НАТО не будет. И это неуместно ни на часе, в общем, вообще не будет. Никаких ракет для дальнобойных ударов по России не будет. Четко он заявил. Никаких Таурасов. Это же позиция США, Байдена и его администрации. Никаких Атамсов. Все. То есть, никакого плана перемоги быть Зеленского не может. Раз Зеленского плана не может быть, логично, да, реализовать. То есть, это оказалось просто все туфта. Это все, сказался, зеленый мираж в пустыне, фотоморгана. Туман рассеивается, и там просто образовалась дырка от бублика. Правильно? То тогда это означает, что Зеленский, его режим, Ермак, Шмигали, Слуги, те самые, как он там называется, Стефанчук, они себя что, исчерпали? Они ничего уже не способны сделать. Они проигравшие. Они лишние на этом празднике жизни. Если они будут, их действия ведут к тому, что ситуация для Украины в целом и народа Украины, по мере каждый день она ухудшается, потому что враг Бутин берет каждый день территорию. И было 7%, а теперь 20%. То есть, если Зеленский ничего сделать не может, то есть, его пребывание ведет к гипели Украины, его и слух народа. Сирского, конечно, обязательно. Я считаю, что Сирский вообще, я вам делал видео там, посмотрите. Я считаю, он просто выполняет задание вот этого его ордена выпускников этой Кремлевки. И об этом много писалось и говорилось, я вам называл источники этого, посмотрите. Беркута так называемого, вот Игоря. То есть, мы можем говорить, что пребывание Зеленского – это угроза для Украины, угроза для украинской нации. То есть, Зеленский, волей и неволей, понимая или не понимая, он является сегодня могильщиком для Украины и украинского народа. Славян, русичей, христиан, православных. Его режим. Тогда возникает такой вопрос. Что надо делать? Ну, естественно, раз известна угроза, то эту угрозу надо что? Убирать. Правильно я понимаю? Ну, так в рамках статического управления и теории практики революционных войн действовать надо. Тогда возникает вопрос. Осмыслили ли это украинский социум? Нет, он не осмыслил. Все показывает, что нет. Если он не осмыслил угрозу, если он не понимает ее масштабы, неотвратимость и гибельность, значит, тогда этот украинский социум вместе с этой страной, ну, государством должен что? Погибнуть. Потому что данный режим власти, он сам по себе гибелен, он опасен, он ведет к поражению. Поэтому, если внутри нет этого понимания социума, то тогда социум погибнет вместе с режимом. Вот такой бы я вам анализ сделал, золотые мои. Если вы ничего не можете в данном случае сделать, у вас нет сил, и вы понимаете, что режим гибельный, он ведет, как говорится, слепые ведут слепых, слепые вожди ведут слепых на убой, то если вы хоть чуть-чуть не слепые, то вы тогда что делаете? Спасайтесь. Спасайся кто как может. Ну, а кто не может, или не хочет, или не верит, или верит режиму, он тогда идет на убой вместе с этими вождями слепых, куда они его ведут? В пропасть. Кровавую. Кровь там аж кипит, закипается. Вот так я понимаю ситуацию. И из-за того, что сейчас Зеленский заявил. Потому что от партнеров ничего что не будет. Плюс многие партнеры расколоты. Расколоты полностью. Мы видим, что бойня в Украине, она вообще все многих расколола. Грузия, Молдова, Австрия, Германия. Светофор проиграл в трех землях. В Тюрингии, в Бранденбурге и в Нижней Саксонии. Еще Саксонию там как-то этот удержался, но и то, потому что он отмежевался от Шольца. А вдруг вчистую проиграл. Причем в Тюрингии проиграли они вообще этой альтернативе для Германии. То есть три земли уже показали, да, восточные они, но они четко показали, что социум Германии, ни общество не хочет этой продолжения, этой бойни по массовому убийству в Европе, граждан Европы. Одни в другими. Не хотят они этого. То же самое, вот сейчас посмотрим же Литва, выборы будут, Болгария, там же тоже серьезные выборы, сегодня у нас 27-е, сегодня там выборы в Болгарии, в Молдове второй, будет в 3 ноября президента второй тур, проиграет Гросу или нет. Литва, там тоже сегодня до выборы второй тур в парламент. То есть мы с вами видим, что все страны практически, но Франция там раскол, Франция тоже раскол. То есть везде во всех странах расколы по поводу вот этой бойни между Россией и Украиной. Вот. То есть позиция Зеленского, позиция его власти, позиция его режима, слуг, она ведет к ужесточению ситуации, к ее нарастанию, к ее все большей, как бы, антагонистичности. Ну и Венц заявил, что Украине надо отказаться от своих территорий, надо соглашаться на мировое урегулирование. Вот сейчас он буквально вчера, он это заявил, от 6-го, с Российской Федерации. И что Трамп и Венц будут, видимо, Венцу поручат, поручат Украину. Они будут на этом стоять, и денег для, и оружия уже для Украины никаких не будет, не дадут. Все. И идет все к тому, что 5 ноября это будет огромное поражение коммуно-социалистической, демократической партии, Байденов, вот этих всех, Обам, Пелоси, вот этих, Клинтонов, соответствующими последствиями, очень трагичными для Украины. То есть ждать осталось недолго, но просто поскольку все стремительно ухудшается, то и у вас времени остается тоже очень мало для принятия решений. То есть Киев бомбят каждый день. Сколько человек может выдержать, чтобы ночи не спать и все время себя спасать и семью свою бегать в убежище, ну, я думаю, это большой вопрос, правда? Ну, вернее, вопрос небольшой, ну, и неделя еще максимум выдержать. А потом начнется просто, так сказать, планка упадет, кукушка кукукнет, и все. И все. Увидите, что будет. Уже недолго осталось. Тем более, что защищать Киев почти уже нечем. Все снаряды уже почти все исчерпаны. В ближайшие дни увидите это. Вы на большом канале с Олегом Соскиным. Воскресенье, сегодня 27-е. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова